Певица, актриса и дизайнер Аврил Лавин родом из Канады. Она пела с детства и в 18 лет выпустила дебютный альбом, который в 2002 году стал четырежды платиновым в США, это был мегабольший успех для маленькой, рост 155 сантиметров, и молодой певицы. Сейчас Аврил продолжает заниматься любимым делом и сегодня, 27 сентября, отмечает 37-летие. 1. Родилась Аврил Рамона Лавин 27 сентября 1984 года в городе Бельвиль, Канада. С французского ее имя означает «Апрель», а фамилия – «Виноградная гроздь». В обычной семье рабочих росли также помимо Аврил сын Мэтью и дочь Мишель. Именно старший на год брат Мэтью помогал девушке в начале ее карьеры, когда она перебралась из Канады в США. 2. Петь девочка любила с самого раннего детства, выступала в церковном хоре, а также самостоятельно училась играть на гитаре, клавишных и барабанах. Для этого папа организовал в гараже дома для нее небольшую музыкальную студию. В подростковом возрасте девушка начала писать собственные песни. Зная, что будет популярной, Аврил тренировалась раздавать автографы. 3. Познакомившись с местным фолк-исполнителем Стивеном Мэдом, Аврил записала для его альбома несколько песен дуэтом. В 1998 году у Лавин появился первый менеджер и с этого момента ее карьера получила развитие, знакомство с продюсерами, прослушивание в Нью-Йорке, контракт с американской студией звукозаписи на выпуск два альбома в стоимостью 1,25 миллиона долларов. Так 16-летняя Аврил Лавин стала кумиром для молодых любителей рок-музыки. 4. Как только контракт был подписан, Аврил бросила учебу в школе и все время стала посвящать написанию песен. Первый диск «Let Go» вышел в 2002 году и достиг первых строчек музыкальных чартов в Канаде, Австралии и Великобритании. Второй альбом «Under My Skin», выпущенный в 2004 году, повторил успех первого и возглавил чарты дополнительно к уже упомянутым выше странам в Японии, Мексике и США, на данный момент у Лавин вышло пять альбомов. 5. Свою песню «Girlfriend» с трех альбома Аврил записала не нескольких языках, в том числе итальянском, японском и северокитайском. Песня попала в список самых популярных песен десятилетия, была скачена более семи миллионов раз. 6. Лавин несколько раз снималась для журнала Мексом и появлялась на его обложке. А вообще молодая певица предпочитала мельчишеский стиль в одежде, мешковатые штаны, футболки, кеды. В прессе ее называли принцессой поп-панка. Позже поменяла стиль на более готический, предпочитая черные цвета в одежде. А еще повзрослев, начала носить каблуки, более женственную одежду и сделала розовые преди в волосах. 7. Аврил Лавин выпустила свою линейку гитар для марки Фенда, разработала дизайн для инструмента и добавила ему кое-какие технические особенности. Также Лавин является создателем своего бренда одежды «Абидон», так называла Аврил в детстве ее папа, в котором преобладали черный, розовый и пурпурный цвета. И даже в 2009 году участвовала с коллекцией своей одежды в Нью-Йоркской неделе моды. Чуть позже Лавин поэкспериментировала и с духами, выпустив «Ароматы Блэк Стар» и «Форбидон Роуз». 8. Как и многие другие знаменитости, певица занимается благотворительностью и даже основала свой фонд помощи детям с ограниченными возможностями и серьезными заболеваниями. 9. Аврил вегетарианка, в спорте предпочитает занятия футболом, серфингом, йогой и катанием на роликах и скейкборде. Фигура у девушки стабильно стройная, она может и есть все, что захочет и не поправляться. 10. В 2006 году Аврил вышла замуж за певца Деррико Уибли. Несмотря на тогдашний стиль девушки и ожидания других, что она пойдет под венец в черном платье, все было вполне традиционно и Лавин шла к алтарю под марш Мендельсона в белом платье от Веры Вонг. Брак был недолгим, через три года пара начала оформлять развод. Вторым мужем певицы стал вокалист группы Никол Бэкчот Клюгер. В 2013 году состоялась их свадьба во Франции. В этот раз Аврил надела черное платье и ее образ был очень стильным. Семейная жизнь продлилась два года и снова грянул развод. Сейчас Аврил не замужем, но встречается с певцом Мод Сан, Деррик Райан Смит. Познакомились они в прошлом году, когда записывали вместе песню Флеймс. В 37 лет она практически не изменилась, поменялся только стиль в одежде, стал более женственным и соответствующим ее возрасту. Она уже не та бунтарка-тинейджер, а взрослая успешная певица. Желаем ей успехов во всех сферах жизни. С днем рождения, Аврил.